Есть ли будущее у регионального кино? Где его показывают и кто снимает кино в Чувашии? Все эти вопросы уже не единожды обсуждались на страницах местной печати и в интернете. Старт национальному кино был дан первым чувашским режиссером и сценаристом Иакимом Максимовым-Кошкинским, который еще в далеком 1926 году основал киностудию «Чувашкино» и снял первый чувашский фильм «Волжские бунтари». В 20-е годы прошлого века кинематограф в нашей стране был уже цветным, а в Чувашии он только появился. Сейчас чувашское кино по праву считается одним из элементов национальной культуры. И сегодня тема нашей программы – авторское кино. И у нас в гостях режиссер Владимир Синяев. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Итак, старинные песни, танцы, вышивка, язык и мифы – это наша визитная карточка. И надо бы сюда добавить национальное кино как эффективнейшее средство продвижения чувашской культуры в современном мировом арт-пространстве. Каковы перспективы национального кино сегодня? Перспективы, безусловно, есть. Появилась куча народу, куча молодых людей, взрослых людей, которые закончили московские высшие заведения в киноискусстве, петербургские. Они в Чебоксарске, в Чебоксарах. И есть какие-то взлеты, есть какие-то продвижения. Вообще есть, наверное, такая проблема, что чувашские-то фильмы, они есть, но показывать их, по большому счету, негде и не на чем. Потому что чебоксарские кинотеатры, все-таки, по большинстве случаев, они не берутся за их прокат, потому что они нерентабельны. Потом основные кинопроекторы в сельских клубах давно канули в лету, а нелегально выпускать фильмы, допустим, на компакт-дисках и где-то их там распространять на рынках – это и опасно, и унизительно вместе. Вечно вопрос, все-таки, что делать и где показывать как раз такие фильмы? Ну, пока в интернете, вот с национальным телевизием, с вами договорились, это тоже очень хорошо и довольно-таки приятно. Но то, что нерентабельно, ну, пробуем выйти на тот уровень, чтобы было рентабельно. Допустим, пять лет назад, когда только начинали, даже разговор никакого не было там о телевидении или что-то. Да, в 2013 году у нас уже вот в телевидении последнюю кражу как бы взяли, а сейчас даже вышли на большой экран. Это, ну, довольно-таки прогрессируем, работаем дальше. Сейчас вот работаем над новым проектом, антинаркоманский проект. В общем, то, что очень плохая статистика, очень много отравлений было в сентябре-октябре. С пайсами, вот, и более сильные наркотики. Мы хотим вот это все показать обратную сторону. То есть сюжет довольно-таки такой грязный, тяжелый, но хотим как бы уберечь молодежь в общем. Знаю, что в сентябре прошлого года состоялась премьера вашего фильма «Куратор» со студентами в главных ролях. В скором времени с фильмом смогут познакомиться все жители, потому что национальном телевидении будет транслироваться фильм. Вообще расскажите, как проходили съемки, были ли какие-нибудь сложности и вот какие, если были? Ну, съемки начались в сентябре 2013 года. Начали в пятницу 2013. В общем, ну, сложности были. Ездили в лес и с транспортом сложности были. Вообще все вот снималось без денег, только вот в процессе монтажа были деньги. То есть сами студенты заправляли бензин, покупали цветы и так далее. В общем, подошли так хорошо. Я им очень благодарен. Это замечательные ребята, в общем, преподаватели, студенты нашего техникума, института культуры. В общем, я очень доволен. Им огромное спасибо. Это их большая заслуга, в общем, то, что все это свершилось. Ну, сложности, они бывают. С местами съемок вот иногда даже не пускают нас, не допонимают, в общем, как это важно. Но с каждым годом, как бы, наш авторитет растет и уже с пониманием относятся. И уже двери все больше и больше открываются. Какие-то структуры начинают помогать. Насчет этого проще стало, чем раньше. Скажу честно. Все постепенно. Насколько знаю, «Куратор» не первая картина, снятая вами. Более того, предыдущая картина «Последняя кража» участвовала даже в 7-м Чебоксарском международном кинофестивале. Какие отзывы о той ленте и будет ли картина «Куратор» представлена в конкурсной программе следующего фестиваля? Вот насчет конкурсной программы. Насчет «Куратора», насчет конкурсной программы сейчас дотянулись, вроде заинтересовали там народ. Вполне реально, что будет представлено. Я надеюсь, что и наши власти как-то помогут, чтобы наше творчество в Чувашии созданное продвигалось. Видели, что и культура развивается, и все остальное. А фильм «Последняя кража» был он в неконкурсной работе. То есть мы поздно взялись за это дело. Во-вторых, формате не был в таком, чтобы для кинотеатра рассчитанной. И получилось так, что там сидело на премьере четыре человека. Довольно-таки им понравился сюжет, все, фильм понравился. Вообще все сюжеты наших фильмов очень интересные. Уровень растет. И это самое главное. Кстати, вот с «Фильмокуратором» даже звук развели на кинотеатр. То есть звук вокруг на пять колонок. То есть идет голос в центральной колонке. Как должно быть. Ну, как должно быть, да. И шумы с передних фон, с задних колонок. В общем, здорово. Прогресс есть, в общем. Откуда появляются идеи сюжета ваших фильмов? То есть они основаны на реальных событиях? Или это какие-то выдуманные истории? Ну, вот это тоже очень интересный вопрос. Ну, вот «Последняя кража» пришел студент бывший, Паша Семечкин. Мы уже рассказывали об этом национальном телевидении. И рассказал совершенно коротенькую историю. Мой, говорит, дядя в молодости хулиганом был. Ну, он как бы своровал сумку, в общем. Потом он вернул и живут с этой девушкой. Они до сих пор, ну, женаты, да. Ну, и фантазия включилась. Как бы была практика с девчонками. Сели, прописали. Потому что, ну, как бы молодежь, она меняется. У них разговорная речь меняется. И все остальное не успеваешь за ними. Садишься вместе с ними за стол. Вот. Их лексикон, идея. Их идеи очень хорошие. Вот с последним фильмом, с куратором. Катя писала диалоги. Потом Настя Соколикова. Олег Никифоров некоторые диалоги. В общем, как бы ребята вот все вот старались. Основная идея была платформа. Как бы зародилась у меня в голове. А уже ребята вот помогали потом. Сценарий такой объемный довольно. Получился на 80-90 страниц. Ну и фильм слишком длинноватый. 2 часа и 59 секунд. Теряем зрителей в начале фильма. А сюжет очень хороший. Здесь началось все затянуто. Да, первых 20-30 минут смотрится тяжеловато. Я предупреждаю сразу. Поэтому начинает мотать. Ну, кто в интернете сидит. Но если преодолеть эту планку, в общем, то там такое начинается. Я говорю, люди в конце плачут. Действительно плачут. Заинтриговали. По-любому придется посмотреть. Вообще, с чего все начиналось? Почему решили заняться кинорежиссурой? Кинорежиссурой. Ну вот, как бы я вернулся после того, как получил высшее образование. Менеджмент организации «Экономисты». Я вернулся в техникум свой родной. И вел я специально с техникой технологии видеосъемки. Ну, вначале мы снимали ролики. Потом захотелось что-то большего. Еще больше. Третье, пятое, десятое. Ну вот, пишут в интернете много критики. Есть разные критики. Есть, ну, которые молодежь пишет, вообще ни о чем критика. В общем, там... Неконструктивные. Неконструктивные. Такие неприятные вещи иногда пишут. Режиссер мне создавал больше такие фильмы. И так далее, третье, пятое, десятое. А бывает такая конструктивная, интересная критика. На нее обращаешь внимание и работаешь над своими ошибками. Дальше и дальше. Вот после последней кражи были жалобы, что актерская игра очень слабая. Ну, мы и сами это знали. Вот специально поступил в Институт культуры, чтобы как бы... И сейчас, прежде чем они выходят в кадр, ребята, они проделывают очень большую работу. И они становятся более интересными. У них голос полностью, движение, пластика. То есть они в кадре уже смотрятся. Просто, в общем-то, это же не профессиональные актеры. Не профессиональные. В общем, но игра уже неплохая. Я скажу, даже на четыре, на хорошо. Даже не удовлетворительная, а на хорошо. Некоторые ребята творят очень хорошие вещи. Вот Женя Чебакин, он так был заинтересован, что целых полгода занимался в спортивных залах. Я еще раз повторю, это вот его личная, как бы, инициатива. Он сказал, надо выглядеть подобающе. Ну, и Олег Никифоров его полностью курировал во всех спортзалах и все остальное. Я очень доволен всеми участниками, ребятами, оператором и всеми остальными, кто внес хоть какой-то вклад, а было более ста человек. В общем, спасибо вам огромное, ребята. Ну что ж, спасибо вам большое, Владимир, за беседу. А я напоминаю, сегодня мы общались с режиссером Чувашской республики Владимиром Синяевым. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова